помните в прошлом году у нас была такая серия проекта железнодорожная про дачные увлечения дачный трамвай дачный паровоз и дачный метровагон мы своих героев не бросаем сейчас снова в подмосковье потому что в подмосковье открылся дачный музей метрополитена сейчас мы посмотрим что он из себя представляет по бабам по бабам по бабам по бабам по бабам в музее все что вы видите когда-либо эксплуатировать в московском метрополитене и немножко экспонатов и из других метрополитенов у нас присутствует есть вагонная навигация это как общие схемы так и линейные схемы данной линии на которой эксплуатируется подвижной состав также есть подвесные указатели разного типа это и вход в метро и станционные указатели и квадратные указатели также есть и сами линейные указатели которую в вагонах висели а также пересадочные указатели тоже от ранних годов эксплуатации до настоящего времени но и гордостью коллекции конечно же я считаю это реплика ну как реплика макет вагона еж 3 масштабе один к одному воссозданные у нас в музее с полным погружением то есть работает тренажер и также есть присутствует более сокращенном виде без кабины машиниста это 717 серия но также на нем установлен тренажер с места в карьер пошли сразу внутрь потому что это интереснее всего так ну вагоне у нас как я уже ранее сказал исполнен в масштабе один к одному есть органы управления поездом контроллер вагон вожатого с которым мы осуществляем наше движение а также тормоз и пневматическое устройство кран машинист называется с него мы осуществляем непосредственно пневматическое торможение но в московском метро мы работаем с ним в основном без пассажиров или в каких-либо экстренных случаях применяем этот кран машинист также можно увидеть пульт управления с которого можно произвести операции такие как открытие закрытие дверей включение выключение информатора и конечно же мотор компрессор потому что как вы знаете без мотор компрессора как и без высокого напряжения у нас поезд никуда не поедет с вами это основные факторы движения нашего электропоезда дерге провел курс молодого бойца поэтому вот теперь как я как этот самый в ребенок который на отчетном значит концерте там показывает какие-то свои умения сейчас поедем вперед самое интересное это оболочка метрострой называется и у меня даже есть идея сделать может быть отдельный выпуск проекта железнодорожная вообще все существующие на данный момент железнодорожные симуляторы так вот эта оболочка которая изначально сделана из 3d игрушки она оказалась как нельзя лучше симулирует процесс метровождения потому что в общем то смотрите звуки в общем то все очень похоже на реальность я конечно за пультом настоящего метропоезда не сидел но только в кабине катался но вот сам георгий говорит что вот это самое так сказать правдоподобное из всего того что игровая промышленность выпускала причем что интересно какие-то выпускаются симуляторы официальные да то есть делаются какими-то большими там студиями но лучше всего все равно получается делать у фанатиков где-то дома на коленке а тут еще смотрите получилось но это понятно компьютер да тут еще получилось так сделать что вот пульт подключен как-то к компьютерам вот можно кнопку автоинформатор работает можно взять остановиться двери открытия не знаю в туннеле то есть все на самом деле работает симулятор метровагона едет еще не все потому что есть еще симулятор номерного так все будут пока тут постоим в туннеле пойдем это конечно просто охренеть охренеть ребята вот смотрите бац и мы уже в кабине номерного самое конечно крутое что здесь вот звуки я потому что но без малого лет 20 наверное имею дело с железнодорожными симуляторами и конечно звуки и вот эта вся физика это самое главное что должно быть потому что мы с чего начинали мы начинали с microsoft рейн-симулятора он был топорный для безобразия то что там ничего никуда не тряслось и звуки вообще никаким образом не совпадали с тем что происходит на экране здесь все очень правдоподобно также правдоподобно как в автобусном симуляторе омси ну специалисты из числа наших зрителей наверняка со мной согласятся приветствую вас что за безобразие нельзя нормально я что так жарко я буду жаловаться как так можно водить я честно сказать здесь залип и часа два уже катаюсь то там то тут никто меня не может вытащить но придется прерваться потому что хочется еще несколько вопросов задать георгию пока встанем здесь выйдем ненадолго значит в туннель поговорить с георгием вообще каркас кабины делся из таких хороших досок собирал я как раз начал с двери отмерял равное расстояние от краев и закладывал именно дверь потому что основной полагающий фактор в ежах что что вот это один из последних подвижных составов где у нас посередине была торцевая дверь вот и от двери потихоньку начал дальше работать сначала собрал оконные рамы потом начал примерять уже снаружи фанеру прислонил стекло от вагонов д которые у нас одиночные сиденья у в торцевой части поезда и по ним уже как поликалу начал размечать окна начал делать прорези и вот так потихоньку собрался вагон всех секретов музея по традиции мы выдавать не будем но тем не менее кое-что вам покажем потому что музея целых два этажа переход закрывается в час ночи так залезаем на второй этаж дачного музея метрополитена экспозиция форм различных служб метрополитенов по левой стороне от меня форма служб московск московского метрополитена от дежурной по станции и далее идут другие различные службы также у нас тут есть привет из других метрополитенов такая же форма дежурной по станции но санкт-петербургского метрополитена с фирменным знакомы логотипом да и тут еще из эксклюзивного у нас есть две формы из киевского метрополитена вот как форма машиниста очень похожи на нашу форму 70-х годов но вот единственное отличие они до сих пор в ней катаются и форма службы сигнализации которые обслуживают светофоры которые у нас тоже внизу имеются вот это кстати одна из немногих форм пожертвования от подписчика поэтому она у нас в таком до особо цены и в таком виде уже потому что действующие ну и также другая форма машиниста московского метро форма 90-го года и форма 2010 года а самая новая форма как раз установлена в кабине машиниста внизу вот а в последнем зале где мы обычно заканчиваем экскурсии тут история оплаты проезда как на московском метрополитене так немножко есть и оплата проезды по другим метрополитенам начинает свою историю оплата проездов а сейчас расскажешь потом тебе никто не придет расскажи как как-то так сказать как музей функционирует как сюда попасть куда искать музей функционирует как правило по воскресеньям но за актуальным расписанием лучше следить в яндексе или гугли потому что иногда по воскресеньям мы не работаем как вот на этой неделе исключение мы работаем по пятницам найти нас можно как я уже и выше упомянул в поисковых системах так и в инстаграме так и вбивайте музей метро на даче или просто метро на даче сразу же автоматически выдаст нашу социальную страницу вход достаточно дешевый всего 200 рублей также мы даем скидку и детям до 6 лет вообще бесплатно семьи до 18 150 рублей и также и студентам обязательно такая же скидка при наличии студенческого вот так вот вполне либеральный не сочтите как говорится за рекламу резонный вопрос где-то это все понабрал сейчас народ естественно в комментариях побежит говорить что каким-то завладел неправильным способом нет способы достаточно все официально на торговую площадку известных в интернете входите и все это есть в продаже другой случай что сам метрополитен устраивал аукционы как минимум уже было три и возможно еще будет вот самый последний 15 мая был очень по демократическим ценам метрополитен выставлял как буква м вот эти знаменитые 50 штук по моему их было в продаже также и светящие указатели выставлял так что все легально напоследок классический вопрос таких случаях про творческие планы но в творческих планах достаточно много своих амбиций хотелось бы расширяться вот вагон d мне кажется это основополагающий проект на которой я хотел бы в дальнейшем опираться и возможно привлечь каких-нибудь инвесторов либо сам как-то закрепить свой творческий успех на ютубе вроде какая-то идет движуха вроде то потихоньку потихоньку вот сейчас должны пескоструить мы кузов и возможно даже в ближайшее время даже покрасить под оригинальные цвета завода ну что друзья будем наблюдать я думаю что георгия в наших выпусках увидим еще не раз субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...